МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом населённом пункте практически исчезло. Что такое Солнечная система и какой космонавт первый полетел в космос? На эти и другие вопросы дети 5 лет Новорбанского детского сада теперь с лёгкостью могут найти ответ. Дело в том, что в этом дошкольном учреждении открыли мини-планетарий. Мы открыли планетарий, чтобы развивать у детей познавательность. Дети здесь знакомятся не только с планетами Солнечной системы, а также они получают знания о первых космонавтах, о ракетах и могут сами из лего построить большую ракету. Группа детского сада, фельдшерско-акушерский пункт, группа детского сада. Именно такой путь пришлось преодолеть этой части дошкольного учреждения, построенного ещё в 80-х годах, чтобы вернуть свой первоначальный облик и статус. Солнышко. Такое название дали новой группе, рассчитанной на 25 детей. Сюда набрали и новых воспитателей. Работала раньше я педагогом. В Кировской области я работала не здесь, а пришла потому, что детей люблю. Там с детьми и здесь с детьми. Тем более ещё с маленькими мне очень нравится работать. Работы по реконструкции этого помещения прошли в рекордно короткие сроки. Всего за месяц. Объект был включён в целевую программу. Модернизация дошкольного образования. Стоимость проекта – более 1 миллиона 300 тысяч рублей. От старого здания здесь остались лишь несущие стены. Перегородки возводились по новым требованиям и стандартам Санпина. Строители произвели стяжку полов, покрасили стены, потолки, заменили напольное покрытие, оконные блоки, инженерные коммуникации и сантехническое оборудование. Рабочие в течение месяца работали не только ежедневно, они и днём работали, оставались допоздна, чтобы в кратчайшие сроки открыть эту группу. Кроме этой группы в Медведевском районе нынче дополнительно открыли ещё 410 мест в детских садах. Это стало возможным за счёт строительства новых дошкольных учреждений в Сенькине и Медведеве и отдельных групп в Юбилейном и Знаменском. Всего же в этом году в Медведевском районе выдано чуть более тысячи путёвок. Впрочем, в следующем году эта цифра явно увеличится, говорят в местном отделе образования. Сейчас уже ведутся активные строительные работы по возведению нового современного детского сада на 110 мест в посёлке Шуйбулак. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова